Добрый вечер, в эфире новости сейчас, в студии Игорь Антонов и коротко о главных темах нашего выпуска. Добрый вечер, в эфире новости. Добрый вечер, в эфире новости. Несколько десятков, причем не только из России, но и из-за рубежа. Посетители не обходят и этот макет. Здесь представлено то, как можно обустроить остров Ольхон, чтобы ежегодно приезжающие сотни тысяч туристов не наносили вреда природе. Это существующий проект, который целью ставит снижение антропогенной нагрузки на озеро Байкалы, а также прилегающие территории. Это организация туризма как направление геотуризма, то есть ответственного туризма. К стендам участников подходит глава Иркутской области Сергей Левченко. Здесь, например, свои научные разработки представляет Братский университет, причем использует для инноваций отходы производств. И создают вот такой аналог гравия или современные строительные материалы. Более 800 участников, 23 страны мира, 20 регионов России. Особенное внимание здесь тем, кто представляет рекреационные проекты и проекты, связанные с туризмом вблизи водных объектов, а также с возможностями оздоровления на берегу озера. Такой тренд был задан на этот форум еще в прошлом году. Но не забывают и о том, ради чего все начиналось. Главной задачей водного форума было собрать лучшие практики очистки озера от сточных вод. Мы договорились о том, что тему водоочистки, мы ее все равно продолжаем каждую выставку. И в том числе и в этом году приехали и несколько компаний, которых мы объявили победителями того конкурса, который был в прошлом году. Мы с ними работали в течение года. Они уже представляют вполне определенные проекты, которые мы вместе с ними начали осуществлять. Еще одним итогом прошлого года стал и ряд решений, касающихся границ центральной экологической зоны. Она теперь официально определена профильным ведомством. Все объекты внесены в реестр недвижимости. Я хотел бы, чтобы второй форум поддержал и развил тот темп, который задан первым форумом. И очень приятно, что после первого форума у нас не просто мы собрались, поговорили, разошлись о том, что надо охранять природу, надо охранять Байкал. Но были конкретные решения. И сегодня я в своем докладе буду отчитываться, что мы в нашем направлении эти решения начали выполнять. Что есть определенные практические шаги именно по охране возраста Байкала. Мероприятия водного форума продлятся два дня. Многие решения лягут в основу национального проекта «Экология». Он реализуется в России в рамках майских указов президента. Одной из его составляющих должен стать федеральный проект по сохранению озера Байкал. Безусловно, в рамках этого федерального проекта нам необходимо наполнить его теми мероприятиями, которые действительно будут подпитаны проблематикой земли с территорией. Вот здесь сегодня собрались люди, которые небезразличны к судьбе Байкала. Каждый из них имеет свое мнение, достаточно аргументированное, подкрепленное соответствующими данными о том, что нужно делать и самое главное, как нужно делать для того, чтобы сохранить уникальную природу, уникальную экосистему озера Байкал. Эти мнения участники озвучили на пленарном заседании, а затем детализировали уже во время работы секции. Итоги работы будут подведены завтра, и многие из них воплотятся в конкретные проекты, позволяющие по-новому взглянуть на охрану озера Байкал. Галина Тернева, Константин Синицын. Новости сейчас. Дополнительные средства могут быть выделены из федерального бюджета на ликвидацию отходов БЦБК. Об этом сегодня сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время посещения стенда Росгеологии на экспозиции водного форума. Напомню, компания является основным подрядчиком проведения работ. Сейчас их опытная установка работает уже на пятой карте, впереди Бабхинский полигон. Какие еще проекты по ликвидации негативного влияния на экологию озера предоставляет Иркутск Геофизика, расскажем далее. Стенд Иркутск Геофизики на водном форуме – один из самых заметных компаний. Занимается не только работами по поиску нефти, газа, полезных ископаемых сейчас все большее значение. Имеют проекты, так или иначе, касающиеся развития и сохранения прибайкальской территории. В старом Манхалуке есть база, на которой производятся геологические исследования, исследования магнитного поля Земли. Также у нас впереди очень большой проект, надеюсь, в котором мы примем участие – это обеспечение снабжения водой Ангарска. Очень колоссальная, серьезная проблема. Мы намерены выполнять работы по проектированию и водоэксплуатации китайского месторождения подземных вод. А прямо сейчас дочернее предприятие «Эркутск Геофизики» ведет работу по ликвидации отходов БЦБК на Солзанском месторождении. Работает вот такая установка, которая обезвоживает отходы. Полученные с первых четырех карт образцы исследуют в лаборатории. Мы движемся с первой до седьмой, потом будет опробовано восьмая, девятая, десятая и дальше будет опробован Бабхинский полигон. Сейчас направлены отходы по четырем картам в лабораторию, происходит переход нашей техники на пятую карту. Соответственно, к концу месяца мы планируем закончить отборы и к середине-концу ноября получить уже все результаты по отходам. На основании этого будет разработан новый проект ликвидации отходов БЦБК, их не меньше 6 миллионов кубометров. Сегодня у стенда Росгеологии глава при Ангаре Сергей Левченко отмечает уже решен вопрос по выделению дополнительного областного и привлечению федерального финансирования для природоохранных мероприятий на промплощадке БЦБК. Мы уже знаем с вами, что, к сожалению, документации по сетям у нас практически нет, потому что нужно все обнаруживать, находить, наносить наши чертежи и одновременно заниматься технологией демонтажа и на фракции разделения. Специалисты РКУС-геофизики на форуме готовы поделиться опытом, ведь им приходилось проводить мероприятия по ликвидации экологического ущерба даже в самых климатически сложных регионах страны с хрупкой экосистемой, в число которых сейчас входит и побережье Байкала. Галина Тернева, Константин Синицын. Новости сейчас. Сергей Брилко будет представлять Иркутскую область в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Наделение его полномочиями состоялось на внеочередном заседании областного парламента. На тайном голосовании кандидатуру спикера второго созыва поддержало 26 человек. Сразу после назначения Сергей Брилко заявил о сложении полномочий депутата законодательного собрания, поскольку в соответствии с избирательным законодательством данные должности совмещаться не могут. 13-часовой рабочий день случился у депутатов третьего созыва законодательного собрания Иркутской области. Первая сессия завершилась за полночь. Зато к сегодняшнему утру мы получили 8 избранных председателей профильных комитетов и комиссий. Кто и за что будет отвечать в новом парламенте, расскажет моя коллега Галина Тернева. Установочная сессия законодательного собрания по продолжительности побила все рекорды. Ее работа закончилась около полуночи. Первый вопрос о сбрании спикера им стал Сергей Сокол. Затем депутатом третьего созыва путем тайного голосования нужно было выбрать вице-спикера в председателе профильных комитетов комиссии. А процедура не быстрая, с учетом того, что их, как и раньше, 8. Первым парламентарии выбирают председателя комитета по законодательству о госстроительстве области и местным самоуправлением стал Виктор Побойкин, ранее занимавший пост мэра Черемховского района. Работа мэра и работа председателя думы это, собственно, как раз работа в поле по тем законам, которые принимает данный комитет. На должности председателя комитетов депутаты выдвигают своих коллег с учетом их опыта работы. Например, комитет по здравоохранению возглавил Александр Гаськов, недавно в прошлом главврач городской больницы номер 2 города Братска. Вопросы экономического развития и собственности будет курировать комитет под началом Николая Труфанова на протяжении многих лет руководившего работой Верхнеленского речного пароходства. Это экономика, которая необходима у нас и необходимо ее развивать. Все законы, которые будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, на поддержку тех проектов, которые были уже сегодня озвучены и заявлены в правительстве, как инвестиционное, это развитие в городе Ускоте, строительство нового завода, совершенно на новых правилах, на новых условиях. Комиссию по контрольной деятельности возглавил Тимур Сагдеев. Комиссию по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связи с общественными объединениями Лариса Егорова. Руководство своими комитетами сохранили две представительницы депутатского корпуса. Ирина Сенцова осталась руководить комитетом по социально-культурному законодательству. Наталья Дикусарова продолжит заниматься бюджетом и налогами. Комитет по законодательству о природопользовании и сельском хозяйстве возглавил Роман Габов. Главное отличие, если раньше заместители председателя областного парламента еще и возглавляли комитеты, то теперь эти функции разделены вице-спикерами избранной Ольга Носенко, Кузьма Алдаров и Александр Ведерников. Опыт взаимодействия с муниципалитетами, опыт взаимоотношения с федеральными структурами, потому что все мы понимаем, что экономический рост в нашей области это инвестиции, в том числе и с федеральных целевых программ. Поэтому хотел бы этот опыт предложить на ваш суд. Согласен трудиться на благо Иркутской области. На сессии также были сформированы и депутатские объединения. Их пять. Фракцию «Единая Россия» возглавил Кузьма Алдаров, КПРФ Андрей Левченко, ЛДПР Георгий Любенков. Руководителем фракции «Справедливая Россия» в региональном законсобрании будет Лариса Егорова, а депутатская группа гражданской платформы Ольга Безродных. Галина Тернева, Александр Барановский. Новости сейчас. Звезда НБА в Иркутске. Президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко провел открытый мастер-класс в рамках благотворительного матча «Шаг вместе». 500 юных спортсменов при Ангаре следили за техникой и подсказками именитого игрока. Не отставала от них и наша съемочная группа. Слово Олегу Федорову. Очень просто это выглядит, когда мячи в руках у прославленного чемпиона России и Европы по баскетболу Андрея Кириленко. Знаменитый форвард проводит мастер-класс по владению мячом для иркутских мальчишек, которые только делают первые шаги на паркете. Сегодня на нем команда спортивной школы Иркутской области и команда РЖД, которые преодолели 400 километров ради встречи со звездой. Игроки точно знают, зачем пришли. Потому что внимательно следили за спортивной карьерой Кириленко. У него очень хороший бросок. И я постараюсь тренировать трехочковый и штрафной бросок. Но сегодня, думаю, получить только опыт. Звезда НБА начал с упражнений на координацию, а затем демонстрировал технику ведения мяча. Получалось не у всех, но ребята проявляли рвение и настойчивость. Мастер-класс проводится в рамках 2-го Байкальского международного экологического водного форума и 2-й год подряд в преддверии благотворительного баскетбольного матча «Шаг вместе». Президент Российской Федерации баскетбола над предложением провести мастер-класс в Иркутске не раздумывал, согласился сразу. Ведь одно из его направлений работы – помогать детям. В начале 2000-х он создал благотворительный фонд «Кириленко Китс». Много разного вообще на свете, где нужна наша помощь. И для меня, например, там, где у нас есть возможность помочь детям, всегда является приоритетным направлением. Тем более, что если это связано напрямую с моим видом спорта, это с тем, что мне близко, с тем, чем я занимался. Поэтому, конечно, на своем примере мы всегда можем что-то показать, что-то рассказать. И если еще при этом мы можем помочь, почему нет? Благотворительный фонд «Шаг вместе» был создан более 10 лет назад российским актером Гошей Куценко. Иркутская область второй раз входит в поле охвата его деятельности, которая направлена не только на сбор денег для помощи детям, но и принимает участие в судьбе каждого подопечного. У нас есть два медицинских центра. Есть всегда с нами врачи, которые действительно говорят, что нужно. Какая-то реабилитация, коляски ли, какое-то лечение или операция. Поэтому всегда подходим непосредственно к каждому ребенку индивидуально. Если раньше мы могли в год помочь 100 семьям, то сейчас это каждый год немножко прирост идет. Хочется сказать, что даже простые люди, которые могут своей улыбкой подарить им немного радости и счастья, должны тоже это делать. Завершился мастер-класс «Автограф-сессии», на которой звезды баскетбольной площадки уделили внимание каждому участнику. Ведь, возможно, через несколько лет сегодняшние легенды баскетбола будут гордиться снимками с иркутскими спортсменами. Олег Федоров, Сергей Полянский. Новости сейчас. А в эти минуты Андрей Кириленко и другие не менее известные баскетболисты на площадке Дворца спорта «Труд» проводят благотворительный матч «Шаг в мессе» со сборной Иркутской области. Полностью эту игру вы сможете увидеть совсем скоро в 21.00. А прямо сейчас смотрите программу «Иркутск сегодня». Я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго.